Так, друзья, всем добрый день. 21 марта 2023 года. Москва. Налоговые экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, сегодня в выпуске. ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных. Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса. Средственный комитет провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов. Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии. Итак, Минстрой. ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Пополнять счета по желанию смогут и родственники. Накопительные именные счета должны пополняться каждый год до 18-ти летия ребенка, после чего они становятся его собственностью, и он может ими самостоятельно распоряжаться. После достижения совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение 5 лет. Если гражданин ими не воспользуется, то деньги переведут на его пенсионный счет. Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян. Напомню, что это только проекты, законопроекты, то есть закон этот еще не принят. Я думаю, что не надо ждать, пока принимут закон, а можно собственно, ну это для особо, конечно же, ответственных, осознанных, сразу же еще до момента рождения ребенка начать аккумулировать средства на его образование. Потому что я не думаю, что вас нужно убеждать в том, что действительно образование очень важно, важно, где ты учишься, важно, что немаловажно окружение, в котором ты учишься. Я знаю, что очень многие родители отдают своих детей, в том числе специально для того, чтобы ребенок изначально получил правильное окружение, познакомился и установил контакты с правильными ребятками в самом начале своей жизни, и тогда вместе идти по жизни веселей. Я видела очень много примеров, очень позитивных подтверждений этому факту, что образование действительно очень важно, особенно в правильных вузах и с правильным окружением. Здесь действительно возникает момент, в какой момент начинать собирать деньги на образование ребенка, и кто действительно в этом должен принять участие. Это хорошая инициатива о том, что государство должно, естественно, поучаствовать в этом. Родители также должны быть озабочены тем, чтобы у ребенка было хорошее образование. Сам ребенок должен действительно стараться, чтобы получить хорошее образование. И самое интересное здесь в том, что на момент, когда ребенок достигает этого совершеннолетия, 18-летия, чтобы у него были правильно уже сформированные навыки, чтобы он мог этой суммой правильно распорядиться, а не прогулять ее. То есть к этому моменту, по идее, у ребенка должно быть уже осознанность и правильное сознание, и понимание, как бы, что он будет делать с этим капиталом. Так. Дальше. Так, дальше. Ну, такая вот интересная новость. Следующая. Минстроя разработала законопроект о свободной экономической зоне Донбасса. Принятие законопроекта позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов. Про устойчивое социально-экономическое развитие сейчас не говорит только ленивый. Это прямо хайповая тема. На какой срок планируют создать свободную экономическую зону до конца 2050 года? Уполномоченным органом по регулированию станет Минстрой, который отвечает за социально-экономическое развитие новых регионов. Заключать договор об условиях деятельности участников будет публично правовая компания Фонд развития территорий. Она также может выступать за строщиком объектов инфраструктуры свободной экономической зоны. Участник сможет, а точнее должен быть зарегистрирован на территории новых регионов, либо иметь там филиалы. Объем капиталовложения резидентов в первые три года должен быть равен не менее чем 3 миллионам рублей. Для субъектов МСП и для других компаний не менее чем 30 миллионов рублей. При реализации инвестпроектов в области компьютерных технологий создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше, не менее чем 1 миллион рублей. Особый предпринимательский режим свободной экономической зоны в новых регионах будет включать в себя. Особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам до 100% ставки рефинансирования Центрального банка. И будет установлена и свободная таможенная зона. Иностранное оборудование, ввозимое на территорию свободной экономической зоны для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин. Закон планируется ввести в силу с 1 января 2024 года. В общем, это информация о том, кто, собственно, собирается воспользоваться этими льготами и начать что-то делать уже на новых территориях. Следственный комитет провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплаче налогов. Следственный комитет заподозрил блогера в уклонении от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей. Ведомство считает, что Митрошина вывела заработок через аффилированное ИП. Также считает, что она, будучи ИП, использовала упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов, превысила последний, но не перешла на общую схему, не платила НДС и НДФЛ. Но вот здесь совершенно явная опечатка, потому что, скорее всего, имеется в виду не НДС, а налог на прибыль. Объясню. Если ты находишься на упрощенной системе налогообложения, ты платишь единый налог и не платишь НДС и налог на прибыль. НДФЛ ты должен платить только если ты ИП на общей системе налогообложения. Но это самое ужасное, что только может быть, потому что, ну, в кавычках ужасное, да, потому что в таком случае ты будешь платить как ИП и НДС и налог на доходы физических лиц. А здесь же говорится о том, что этот блогер, метроушен Саш, была на упрощенной системе налогообложения. Поэтому если она на упрощенке, она НДФЛ платить не должна. Поэтому здесь, скорее всего, опечатка. Скорее всего, писал статью не эксперт. Значит, что еще можно сказать по поводу блогеров и их налогообложения? Конечно же, если ты начинающий блогер, можно начинать со статуса самозанятого, потом становиться ИП, потому что ИП лимитов по выручке не имеет. И дальше, соответственно, ну, если только ты не на упрощенке, да, с ограничением, с определенным. Дальше можно вырастать, естественно, в общество с ограниченной ответственностью, либо в акционерное общество, ну и так далее. То есть можно вырастать куда угодно. Здесь как бы вопрос действительно стратегии и правильных консультаций изначально с налоговыми консультантами, которые дадут правильные рекомендации, потому как всю эту бурную деятельность блогерскую нужно организовывать. Я, конечно, понимаю, что, возможно, как бы мои рекомендации идут просто, ну, не найдут свои адресата, но, тем не менее, я всегда все равно буду это проговаривать, что прежде чем что-то начинать делать, нужно сесть и посчитать, нужно сесть и продумать всю структуру группы компаний с тем, чтобы все это правильно выстроить, и чтобы не было у вас потом каких-то проблем. В первую очередь, конечно же, с налоговыми. Так, кстати, у нас вот на игре «Денежный поток», которую вот недавно мы проводили, прилетали ребята из Дубая, как раз-таки семейная пара, девушка является блогером, они туда уехали, сначала СВО, и, собственно, у нее аудитория здесь, они там, и вот они периодически сюда приезжают и собираются, кстати, научиться проводить эту игру «Денежный поток» для того, чтобы там, в Дубае, также играть. Так, дальше. Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии. С начала года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай. Импортеры закупают топливо с большими скидками. Поставки российской нефти составили в первые два месяца года 15,68 миллионов тонн. Это около почти 2 миллионов баррелей в сутки. Это почти на четверть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Вы знаете прекрасно, что сейчас лидер Китайской Народной Республики находится с официальным визитом у нас здесь в Москве. Ну, в общем, мы ждем просто как итогов переговоров и, соответственно, также включим все эти итоги в наши новостные выпуски. Всем хорошего дня и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!